Он достоин. Левиты, большое спасибо. Давайте совершим молитву за Слово Божье. Дорогой Господь, Иисус, мы благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем слышать Твое Слово, Господь. Мы просим, Божий, благослови, чтобы в жизни каждого из нас, сегодня слушающего Твое Слово, Твое Слово стало плотью. Чтобы оно ожило, Господь. Чтобы оно произвело то, для чего Ты Его посылаешь во имя Иисуса Христа для славы Твоей. А мы благодарим Тебя и прославляем Твое Святое Имя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы можем присаживаться на наши места. Левиты, еще раз вам большое спасибо. Замечательное прославление, поклонение, слава Богу. Месяц январь в нашей церкви назван месяцем вечных ценностей. Знаете, сегодня я хочу говорить о такой важной и необходимой ценности для каждого христианина, как Царство Божье. Еще часто синонимом в Библии встречается такое выражение, как Царство Небесное. Тема моей проповеди сегодня называется так. «На страже Царства Божьего». Давайте сразу откроем Слово Божье. Римлянам 14.17 и Луки 17.21. Я читаю Римлянам 14.17. «Ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Луки 17.21. «И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божье внутри вас есть». Из этого текста мы видим, что Царство Божье – это не что-то абстрактное, которое находится где-то там, недалеко, в зоне недосягаемости. Царство Божье из этого текста мы видим, что это некое состояние, наше внутреннее состояние, которое внутри нас производит Святой Дух, Дух, которое выражается в праведности, радости, святости и мире. Но это состояние не просто производит в нас Дух Святой, потому что мы с вами пришли в Церковь. Это состояние внутри нас производит Дух Святой не просто потому, что мы приняли водное крещение. Это состояние производит в нас Дух Святой в результате определенных процессов духовных, которые на постоянной основе происходят в нашей духовной жизни. Ну, давайте, например, возьмем несколько из них. Когда Христос в центре нашей жизни, когда мы имеем с Ним личные отношения, когда мы познаем Слово Божье, когда в нашей жизни есть процесс освящения, присутствуют жертвы и многое-многое другое. И когда эти процессы все в совокупности работают в нашей жизни на 100%, Дух Святой производит в нас вот это состояние, которое мы можем переживать или чувствовать на внутреннем уровне, которое выражается в праведности, святости, мире, которым мы наполняемся через Духа Святого. Я верю, что каждый рожденный от Бога христианин в свое время переживал это состояние. А кто-то и переживает на постоянной основе. И, к сожалению, не все сегодня могут переживать это состояние, внутреннее состояние Царства Божьего. И причин для этого много. Но я уверен в одном, что в жизни каждого христианина оберегать это состояние, данное нам Богом, очень важно. Недавно, ну как недавно, в конце осени мы с моей супругой, с семьей, имели возможность гулять в музее Пирогова. Кто знает, где это под открытым небом. Я никогда в своей жизни столько не ходил, я вам признаюсь честно. Находился столько, а мы поехали, детворы куча, родычи, всем интересно, туда-сюда. Я бы давным-давно уже бросил бы их и ушел, ну просто как, ну не солидно. Ходили, смотрели. Я, помимо того, что я никогда так не ходил, я никогда так не уставал, я вам так скажу. Намерся. Иду злой, голодный, обратно возвращаемся к машине, мечтаю, сейчас сяду, ноги отдохнут. И тут вдруг, кто знает, перед выходом из музея Пирогова, есть уличная кухня, где готовят еду. И вдруг мне попадает запах вкуснейшей еды. Я ее не пробовал на тот момент, но она мне настолько показалась вкусной, что все планы, которые мы их, ну, планировали сделать после, были отменены мной. Я побежал к этой кухне, увидел, что там продается бограч. Кто не знает, что это такое, это, ну, венгерское блюдо. Смотрите, что самое интересное. Усталость пропала. Не холодно, перестало быть холодно. Одно, глаза горят, неважно, сколько это стоит. Готов платить любые деньги. Дайте мне этот бограч, я его буду есть. Естественно, остановить меня в тот момент могло только две вещи. Снайперы, оторвавшись от ромб. Других вариантов не было. Ни родичей, ничто меня не могло остановить. И я, будучи наполненным этим запахом, который попал внутрь меня, был приведен к реальной еде. Простите, возможно, не совсем корректный пример, да, когда мы сравниваем с Царством Божьим. Но это нечто подобное и нечто необходимое для нас. Когда мы внутри себя переживаем вот это состояние Царства Божьего, тут на земле, оно обязательно нас приведет к Царству Божьему там, на небесах, давая пройти все земные трудности, делая нас неуставшими, относиться наплевательски к холоду, к различным трудностям, жертвуя. Понимаете, оно все убирает, потому что ты вкусил, как это классно, как это хорошо. И ты никогда не разменяешься на какие-то... Потому что в планах у нас было ехать в Макдональдс. Бограч отменил все, я вам так скажу. И к чему я привожу этот пример? Да к тому, что, дорогие братья и сестры, очень важно это состояние охранить. Очень важно быть на страже этого состояния, потому что оно имеет огромную силу в жизни каждого христианина. Знаете, но есть тот, кто заинтересован в том, чтобы этого состояния внутри нас не было, чтобы мы были злые, чтобы мы были обижены на кого-то, чтобы мы были в тревоге постоянной, в постоянном напряжении, в постоянном неверии. Есть дьявол, который хочет украсть у нас это состояние, обмануть нас, чтобы этого состояния внутри нас не было. И вы знаете, что когда-то Христос говорил о том, что в старые мехи не вливается новое вино, Потому что мехи будут не в состоянии его удержать. Знаете, что-то подобное может быть в нашей жизни, что делает нас с вами ветхими, что возвращает нас к старому образу жизни и не дает Царству Божьему сохраниться внутри нас. И очень важно бдить и смотреть, и быть на страже, чтобы наши с вами мехи, они не ветшали, чтобы они не старели, чтобы они имели способность удерживать Царство Божье внутри нас. Знаете, недавно я читал один отрывок одного судмедэксперта, знаменитого, он пишет книги, живет в Великобритании, вот он описывает, ну простите, тоже не совсем корректный пример, но он очень хорошо отображает то, о чем я говорю. И вот он, умерла женщина, и там стоял такой вопрос, что были некоторые события перед ее смертью, которые, ну как бы свидетельствовали, что, скорее всего, эту женщину убили, но каким-то таким хитрым способом, ну что этого не было видно окружающим. И ее дали судмедэксперту, чтобы он определил, установил причину смерти. Знаете, когда он сделал вскрытие, он увидел, что на самом деле ее никто не убивал. Просто стенка его, ее сердце была настолько тонкой, что она лопнула, и кровь вышла наружу, и, естественно, человек закончил свою жизнь, закончил свое существование на этой земле. Но причина была, почему эта стенка была тонкой, потому что эта женщина страдала лишним весом. И из-за нагрузки постоянной, больше, чем нужно, на сердце, сердце ее обветшало, оно стало тоненьким, стеночки стали тоненькими, и они не смогли справиться и удержать то давление, которое создается в сердце. И его стенка лопнула, и все вышло наружу. И таким образом человек погиб. Вы знаете, я вижу, что лукавый, что дьявол, он заинтересован, чтобы в нашей жизни было что-то лишнее, что-то ненужное, что-то такое, что делает стенки наших мехов тоненькими и слабенькими, и не дает возможности Богу наполнить нас вот этой своей атмосферой, атмосферой своего присутствия. И именно о таких вещах я сегодня хочу говорить, но не о глобальных, о которых мы все знаем, что нужно правильно жить перед Богом, служить, иметь личные отношения с Ним, а вот таких как бы более незаметных, более скромненьких, но которые разрушают нашу жизнь, которые ведут нас к какому-то разрушению. И первое, о чем я хочу говорить, это наши ценности. Давайте сразу прочитаем текст Деяния апостолов, 6 глава, 1 стих. Написаны такие слова. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еллинистов ропот на евреев, за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Эта история из Деяния апостолов рассказывает нам о том, как в церкви произошли проблемы, определенные в служении, определенная группа людей не справлялась со своими обязанностями, возник конфликт между церковной, и апостолы, они были вынуждены сделать определенные изменения и реформировать служение, поставив на служение более опытных людей. Но смотрите, что я хочу сказать на основании этого текста. Мы видим, что есть две группы людей, которые совершенно недавно уверовали. Первая группа – это евреи. Кто такие евреи? Это иудеи, которые проживали на территории Иерусалима и Палестины. Это те, которые говорили на арамейском языке, на языке своих предков. Они очень гордились тем, что вот они такие, своей особенностью, знаете, что в их крови нет ни грамма примеси каких-то других народов. Вот они такие чистокровные, знаете. А еленисты – это были те же самые иудеи, которые проживали за пределами Иерусалима и Палестины. Порой уже не в первом поколении, которые не знали арамейского языка, и к ним как раз-то евреи относились с таким пренебрежением, знаете, такие вот полукровки, простите меня за это выражение. Вот такое у них было отношение до того, как они уверовали. Такие были ценности ранее, до того, как они пришли ко Христу. И смотрите, что происходит. Товарищи евреев ставят на служение, так как они местные, они знают, куда кому раздавать пойти, и тому подобное. И они начинают служить, давайте скажем честно, не Богу, а себе. Они начинают закрывать сначала все свои нужды, а потом, что осталось, ну вот осталось, только мы уже изволим послужить вдовам еленистов и раздадим их. Тем самым, знаете, не просто отдавая то, что осталось этим людям, тем самым они отдавали Богу, знаете, то ненужное, те остатки, которые оставались у них. И причина была простая, потому что они пришли в церковь, а ценности их еще были неизмененные. Они были основаны на образе мышления, жизни, культуры и ценностей жизни в миру. И когда они начали служить, они начали руководствоваться этими ценностями и напороли таких делов. Они не отдавали, когда должны были отдавать. Они наоборот брали. И вместо того, чтобы служить людям, они обслуживали себя. Знаете, когда я это прочитал, когда мне Бог показал эту картину, я увидел одну вещь, такую не совсем приятную для меня. К большому сожалению, дорогие братья и сестры, сегодня мы можем встречаться с такими же вещами и в нашей жизни. Когда в первую очередь мы думаем о себе, когда в первую очередь мы закрываем все свои нужды, которые есть в нашей жизни, а вот потом, если остается чуть-чуть времени, то мы можем, конечно, его и уделить Богу. Ну, послужить, например, если получится. А если вдруг не будет времени, ну, на нет и суда нет. К большому сожалению, дорогие братья и сестры, такое может встречаться у нас, что мы в первую очередь думаем о себе, что мы еще наполнены ценностями этого мира, эгоистичными ценностями. И смотрите, что происходит. Апостолы не проводят с этими ребятами беседу, потому что беседа на самом деле, когда у человека другие ценности, она бесполезна. Она может на какое-то время, на недельку, на две, выровнять, и они своими силами будут это все делать, но потом они все равно вернутся к своим ценностям. Потому что они никуда не деваются. И они назначают новых людей на это служение. И очень классный критерий, который очень сильно мне нравится, что эти люди, они обязательно должны были быть исполнены Святого Духа. Они не должны были быть профессионалами, они не должны были быть еще кем-то, они должны были, самое главное, быть исполненными Святого Духа. Потому что только Святой Дух может поменять наши ценности на Божьи ценности. Только Он может изменить нас, только Господь может изменить эти ценности. Потому что Библия говорит, что сердце каменное меняет на плотяное только Он, а не мы сами, своими силами. В 2021 году, когда Он только начался, я как пастырь, как служитель, получил видение для себя, которое есть у нас в церкви. Знаете, в начале года я молился, скажу честно, наверное, жаловался Богу. Я говорил, Господь, вот у нас есть видение, это хорошо, все классно. Но я так устал, Бог. Говорю, так устал. Каждый раз одно и то же. Братья, давайте служить. Братья, давайте проповедовать. Братья, давайте жертвовать. И ты вроде бы говоришь, ты вроде бы это, происходят какие-то переменные на день, два, три, четыре, пять, а потом все, опять все начинают жить по-своему. Не, не все. Есть какой-то костяк сознательных служителей, которые постоянно служат, к ним вопросов вообще нет. Но есть какая-то категория людей, которая живет другими ценностями. Знаете, и когда я спрашивал Бога, Бог, ну что мне сделать? Как мне повлиять? Знаете, я услышал четкий голос в молитве. Бог сказал, дай я это сделаю. Дай я это сделаю. Дай я произведу в них это желание и хотение служить мне. И Бог показал мне, что нужно сделать. У нас был региональный выезд в Радомышль по видению, опять же, в начале 2021 года. Знаете, это тяжело далось, потому что, ну, когда ты говоришь какие-то вещи, ты должен за них отвечать, ты должен держать свое слово. Я на этом выезде сказал, говорю, что, дорогие братья, в этом году я вам ни слова не скажу про видение. На протяжении всего года вы не услышите от меня ни одного слова про видение, вы не услышите от меня ни одного слова про людей, которым нужно служить. Но весь год мы будем говорить об отношениях с Иисусом Христом. Потому что отношения гораздо важнее с Богом, чем приводить людей. Почему? Потому что, когда у тебя будут отношения с Богом, ты не можешь их не приводить. Потому что сам Дух Святой в тебе меняет эти ценности, когда ты с Ним встречаешься. И Бог дал нам такое понимание. И мы весь год проповедовали об отношениях с Богом, о молитве, о личных взаимоотношениях, о каких-то, ну, разных процессах духовных в нашей жизни. И я сдержал слово свое. Я ни разу за год не сказал. И знаете, на большое удивление, в конце года, из того видения, которое мы должны были выполнить, мы выполнили на 200% больше. Но самое главное, братья и сестры, самое главное, я хочу сказать, то, что меня подбодряет, то, что меня ободряет, я увидел людей в служении, которых я раньше не видел. Я увидел, что на улице пошли те, которые раньше туда не ходили. Я им не говорил этого делать. Кто им сказал? Кто произвел в них это желание и хотение? Кто изменил их неценности? Появились люди, которые начали жертвовать деньги, оплачивать реабилитации зависимым людям, которые раньше этого не делали, которые обслуживали свои нужды. Но Бог что-то сделал, и эти люди начали служить другим людям своими возможностями, своими финансами. Бог показал, какой Он замечательный, и какие замечательные ребята, служат вместе со мной, что Бог производит с их сердцами, как Он их меняет ценности. Это большое чудо. Слава нашему Богу! Хорошо, дорогие братья и сестры. В конце этого пункта, знаете, я хотел бы, чтобы мы могли обратить внимание, или давайте, скажем так, провести анализ наших ценностей. А совпадают ли они с ценностями моего Господа? А то, какими ценностями я живу, то, какими ценности руководствуюсь сегодня я, руководствуется ли ими Иисус Христос? Если да, так оно и есть, это хорошо. Сохраняйте, оберегайте, дорожите. Пусть Бог в этом благословит. Но если, к примеру, сегодня вы видите, что ваши ценности не совпадают с ценностями Бога, дорогие друзья, нет никаких вариантов других. Сами по себе они не поменяются внутри нас. Но их поменять может только Дух Святой. Их поменять может только Господь Бог Иисус Христос. Когда мы приходим в Его присутствие, когда мы обновляем свое мышление через Его Слово, через Писание, которое оживает внутри нас и вживляет в нас Его ценности. Пусть Бог благословит нас в этом во имя Иисуса Христа. Хорошо, идем дальше. Второй пункт звучит так. Наши страхи. Знаете, в мире спорта существует такой вид спорта, как фри-соло. Навряд ли кто-то слышал об этом. Это такой вид скалолазания. Это когда на высокие скалы, монолитные, такие стены, скалолазы залазят без страховки. Можно, пожалуйста, фотографию на экран. Этого парня зовут Алекс Хональд. Это реальная фотография. На высоте приблизительно 500 метров он висит без страховки. А потом он залезет туда наверх и все нормально доберется до вершины. Можно показать вторую фотографию? А это одна из самых высоких монолитных скал, которые есть на планете Земля. Эта скала или гора называется Эль Капитан. Она находится в парке в Калифорнии. Этот парень без страховки один залез на самую вершину по этой скале первый раз за три с копейками, второй раз за час пятьдесят восемь. Без капли страховки. Про этого парня, про Алекса, сняли, Discovery снял фильм. И этот фильм документальный получил Оскар за лучшую документальную работу. И вот когда снимали этот фильм про этого парня, про его достижения, решили сделать томографию головного мозга. И когда они начали делать томографию головного мозга, они увидели некое несоответствие с обычной работой мозга любого человека. В нашем мозгу есть такие отделы, которые называются миндалинами. И именно они отвечают за, ну давайте скажем, они вырабатывают эмоцию, чувство страха, тревоги. И вот когда они делали томографию головного мозга этого парня, они увидели, что вот эти миндалины у него не производят этот страх. Давайте скажем, производят его в заторможенном виде. Он просто не боится. И вы знаете, когда я увидел, это я думаю, да как так? Это на что человек способен, когда в его жизни нет страха? Это на какие такие достижения и сверхспособности? Вы хотите сказать, что Человек-паук это супергерой? Гляньте сюда. Вот это супергерой, который естественным образом просто забрался на эту скалу без всякого вида страховки. Вы знаете, история не об этом. Когда я думал и размышлял над этой всей ситуацией, я подумал, как страх ограничивает наши способности. Сколько бы мы могли сделать, чего бы мы могли достичь, если бы не страх в нашей жизни. Но в нашей жизни верующих людей страх ограничивает еще не только нас. Страх ограничивает нашего Бога внутри нас, который через нас хочет достичь большего, который через нас хочет большее сделать, который хочет нас большим благословить, о чем мы думаем, о чем мы мечтаем или о чем мы помышляем. Но часто наши страхи, они ограничивают нас, и мы не идем туда, что Бог уже отдал в наши руки, потому что мы этого боимся. Что-то подобное произошло в жизни израильского народа, когда они вышли из египетской земли, и Бог пообещал им обетованную землю. И когда они пришли к обетованной земле, к земле Хеврон, Моисей посылает 12 разведчиков разведать, какая там ситуация. Они идут туда, они действительно видят, что эта земля преобладает материальными благословениями. Они видят много фруктов, овощей, они срывают виноградную кисть, которую один человек, но не в силе просто донести. Они действительно видят благословения, которые Бог приготовил им. Они радуются в надежде, что скоро они туда войдут, что скоро это будет принадлежать им. Но в этой же земле они начинают видеть еще кое-что. Они начинают видеть укрепленные города. Они начинают видеть сынов енаковых, супервоенных, подготовленных к войне, высокорослых людей, с которыми им, как кажется, не получится справиться. И страх, он начинает преобладать над желанием изначальным приобрести это благословение, войти в это благословение. И такие вещи могут тоже происходить и в нашей жизни. Знаете, когда мы можем желать чего-то хорошего с вами, ну, давайте скажем так, все знают, что нужно служить Богу. И где-то в глубине души, в глубине сердца все хотят служить Богу. Но когда ты говоришь о том, что нужно взять на себя ответственность, некоторые боятся и не берут на себя ответственность, потому что думают, что у них не получится, что они не смогут преодолеть этот вызов, не смогут одержать победу. Может, кто-то хочет каких-то изменений в семье, в бизнесе, еще в каких-то сферах. И у нас есть это доброе, хорошее желание. Но когда мы уже, когда уже дело доходит до того, что нужно что-то начинать, откуда ни возьмись, в нас появляются страхи, которые нам начинают проповедовать и говорить о том, что у нас ничего не получится, что мы бессильны, что у нас нет опыта и тому подобное. Смотрите, что говорят эти разведчики. Не все, десять из них. Число 13-34 написано. Там видели мы и исполинов, сыновьенаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. Смотрите, что происходит. Эти разведчики, эти соглядатые, они начинают смотреть на себя. Они говорят, мы были в глазах своих, как саранча. Давайте вернемся чуть-чуть к истории. 400 лет в рабстве. Ни одного сражения, ни одного участия в войне. Бог выводит из Египта без единого участия в военных действиях. Бог делает чудеса, когда фараон за ними гонится и раздвигает воды моря. Они не участвуют в сражении. И потом, когда они идут за Богом, вдруг откуда ни возьмись, как преступник из подворотни нападает Амалик. Они сами того не поняв, начали защищаться, ну потому что нужно было защититься, но на них напали. И то, они проигрывали это сражение, если бы Моисей не держал руки вверх, они бы его проиграли. И они понимают, здраво подходят к ситуации, что мы не умеем воевать, мы не способны к войне, у нас нет возможности такой, мы не образованы в этом деле, а тут еще нужно как бы составить план нападения, как это все сделать, но даже если мы это сделаем, мы их точно не победим, потому что там профессионал. Они смотрят на себя такими глазами несовершенных людей. Вы знаете, я вам честно скажу, что это неплохо. Нужно быть честными к самому себе. Да, действительно, есть какие-то вещи, в которых мы несовершенны, есть какие-то вещи, в которых у нас нет опыта, а может быть и есть какие-то вещи, в которых мы уже терпели поражение. И в этом нет ничего плохого, когда мы здраво оцениваем себя. Но самое главное, нам нужно потом сделать другой шаг. Нам нужно посмотреть на себя и на свое несовершенство глазами нашего всемогущего Бога, который видит нас победителями, который готов и может дать нам победу, который проведет нас через все пустыни и поможет достичь тех обетований, которые Он дал, увидеть те благословения, которые Он приготовил для нас, увидеть Слово от Него, через которое Он будет вести нас, увидеть себя глазами Бога. Но смотрите, что делают эти ребята. Они видели, что Бог делал много чудес в их жизни. Смотрите, что они делают. Они говорят, мы увидели себя, мы были в глазах своих, как саранча, и в их глазах мы были такими же. Вместо того, чтобы посмотреть на себя глазами Бога, они начинают смотреть на себя глазами проблемы, тем самым не давая Богу места в этой ситуации. И этот страх сковывает их до такого безобразия, что землю, которая называлась землей благословения, землей молока и меда, они называют землей проклятия, землей, которая поедает людей. Они ее переименовали, чтобы оправдать свой страх и начинали роптать, и начинали быть недовольными. Когда они не смотрели на себя глазами Бога, когда они из этой ситуации исключили Бога, они не дали Ему места помочь им одержать победу, помочь забрать то, что им принадлежало. У них не было веры, чтобы пойти туда, куда было страшно идти. Знаете, я вам честно скажу, я не верю в то, что страх как-то можно победить практически. Я не верю. Вот, что бы там ни было, я не верю, что можно не бояться. Я верю, что можно идти там, где страшно, но можно идти. И я знаю, что есть многие люди, которые ждут, пока вот это ощущение страха у них пропадет. А оно не пропадет, дорогие друзья. Нам нужно не смотреть на это ощущение страха, нам нужно смотреть на Бога, который проведет нас через этот страх и благословит нас получить то, что Он приготовил для нас. Вы знаете, я боюсь одной вещи, боюсь проповедовать. И самое страшное для меня время, знаете, какое? Это вот, когда начинается служение, а ты стоишь там, и вот до момента, пока ты выходишь за кафедру. Там такое творится, вы себе представить не можете. Зачем я это вызывался? Чего я взял на себя эту ответственность? Сколько ты себе не говоришь? И самое, что интересно, всегда одно и то же. Не меняется ничего. Но когда ты выходишь вот сюда, вот тут он уже пропадает. Ну, потому что глупо тут уже бояться, как бы, тут надо действовать. Правильно? Как бы казалось о смешной элементик такой я вам рассказал, но так, вот такой вот принцип, он везде и во всем. Страх это просто как буферная зона, которая между мной и между тем, что я должен делать. И нам обязательно нужно через него пройти. Это как кто летал на самолете, знаете, есть такие рукава, по которым ты проходишь. Ты не можешь войти в самолет, не пройдя этот рукав, через этот рукав. Точно так и страх. Ты не можешь войти в что-то новое, получить какое-то обетование от Бога, пока ты не пройдешь этот страх. Не можешь. Я очень люблю прыгать. Знаете, есть такие спортивные штуки, когда тебя к ногам привязывают, и ты прыгаешь с высоты, летишь туда вниз. Ну, я настолько получаю удовольствие от этого свободного полета. Но мне всегда настолько страшно, хотя я делал это много раз. Вот именно тот момент, когда тебя начинают привязывать резинку, ты начинаешь думать, там уже не надо, а вдруг она не выдержит, а я же уже на пару килограмм поправился. И начинаешь тебе рассказывать, но то само ощущение полета я так люблю, что, но когда ты уже прыгаешь, ты летишь и наслаждаешься. Дорогие братья и сестры, нам нужно, нам нужно не бояться, нам нужна вера, что с нами всемогущий Бог, нам нужно пройти через страхи, и Бог нас благословит. Я, когда остановился на служение дьякона, я помню, мне Оксана Иванова предложила это служение, знаете, я был таким героем, а когда она мне предложила это служение, я такой думаю, стоп, так это ж, так это ж видение, это теперь тебя постоянно будут что-то рассказывать, ты постоянно что-то будешь, должен делать, это ответственность большая, а вдруг ты не справишься, знаете, ну думаю, ну ладно, возьму уже, ну как бы некрасиво, знаете, врясь лицом падать. И как только стал на служение, оказалось, что все нормально, ничего страшного нет, все получается, Бог благословляет, не всегда все получается, но даже если не всегда все получается, ничего страшного в этом нет, в другой раз получится, потом предложили быть пастырем района, то же самое переживал, потом предложили быть пастырем региона, то же самое переживал, а когда ты уже входишь в это, ничего страшного нет, и так во всем, во всех сферах, дорогие братья и сестры, давайте не дадим страху Божьему вытеснить Бога из нашей жизни, не дать Ему, давайте не дадим Ему, ну, не войти нам в эти благословения, которые Бог приготовил для нас в 2022 году, и не только, а и потом. Пусть Бог благословит нас. Посмотрите, проанализируйте, а чего вы боитесь, чего вы хотите, и начните действовать с Богом, глядя на себя Его глазами, пусть Бог благословит нас. И последний, третий пункт, называется так, наш взгляд. Давайте прочитаем Евангелие от Марка 13, 1, 9. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, учитель, посмотри, какие камни и какие здания. Иисус сказал ему в ответ, видишь себе великое здание, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. И когда он сидел на горе Илеонской против храма, спрашивали его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все это должно совершиться. Отвечая им, Иисус начал говорить, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить, что это я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения, это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. Знаете, эта история рассказывает о диалоге учеников с Иисусом Христом, которых заинтересовала тема последнего времени. И они начали расспрашивать у Иисуса, распытывать, послушай, Иисус, расскажи, какие признаки, а когда это все случится, нам так хочется знать это, расскажи, чтобы мы были, как сказать, в контексте этого всего происходящего. Вы знаете, Иисус увидел ихнюю вовлеченность или увлеченность этой темой, и знаете, Он потом говорит интересные слова. Он начинает перечислять, да, вот будут те вещи, будут те, и этому надлежало быть, это все, все это будет. Но, дорогие, говорит, друзья, наблюдайте за собою. Наблюдайте за собою. Наблюдайте не за тем, что происходит вокруг вас. Я не про то, что не нужно наблюдать. Я не про то, что не нужно анализировать, что происходит вокруг нас. Я про то, что не нужно переводить фокус со своей духовной жизни, потому что можно потерять то, что происходит внутри нас, переводя его на другие, даже, казалось бы, какие-то правильные и благие вещи. Ведь время, ну, Ну, тема последнего времени – это нормальная библейская тема. Но можно так захватиться этими всеми событиями, что потерять свою идентичность, что в твою духовную, личную жизнь могут прийти какие-то не совсем хорошие вещи. И Христос говорит, послушай, не переводите фокус. Да, вы можете посмотреть, этому надлежит быть, но не переводите фокус, а наблюдайте за собой. И Библия говорит нам, вникай в себя и в учение. Не вникай в обстоятельства, которые происходят в нас. Анализируй, да, но не вникай, не углубляйся в себя и в учение. Наблюдай за своей духовной жизнью. О чем ты думаешь? Что ты говоришь? Чем ты занимаешься? Наблюдай за тем, что ты производишь. Наблюдай за теми духовными процессами, которые происходят внутри тебя, для того, чтобы не сместить свой фокус. И не дай Бог где-то оступиться и споткнуться, и упасть. Мы сейчас будем приходить к молитве. Знаете, мой приятель рассказывал мне где-то год назад, он ехал по окружной в воскресный день, никого нет, дорога пустая, днем едет, говорит, никого. И у него под ногами лежала на пассажирском сидении бутылка с водой, ему захотелось пить. Он говорит, я смотрю, никого нет. И решил просто нагнуться за этой водой, чтобы попить. Так вот, интересно, что он рассказывает. Я не успел дотянуться до бутылки, как боковым левым глазом увидел, как стрельнула подушка рулевая. Человек попал в этот момент в аварию. Оказывается, кто-то перестроился, он даже не видел очень быстро, и тот затормозил. Это доля секунды. И вы знаете, что я понял? Нам иногда может казаться, что у нас все под контролем. Мы можем позволить себе перевести свой фокус на какие-то вещи, даже благие вещи. Но как важно не отводить фокус от себя? Потому что в этот момент может произойти все, что угодно. Знаете, я расскажу такой простенький пример, но который очень хорошо показывает суть. Я, когда начал служить дьяконом, знаете, у меня такая природа, знаете, я не буду говорить просто вот обо, что, знаете, на домашней группе. Не буду просто читать Библию, потому что мне захотелось это делать. Но я всегда так, ну как-то с трепетом, с ревностью, ищу слово от Бога для его детей. Потому что силу имеет слово от Бога, а не слово от меня, которое я мог позаимствовать у Бога. И знаете, я молился, просил, говорю всегда, Господь, вот твои дети, ты знаешь, что им лучше нужно. Дай мне слово, я им передам. Вы знаете, я понял, что я настолько увлекся этим поиском чего-то очень важного и духовного для них, что забыл просить Бога, чтобы его слово он дал мне, для моей духовной жизни. И вы знаете, в один момент Бог показал мне, как-то обратил мое внимание на то, что мне на ум начали приходить греховные желания, сделать какие-то грехи, от которых меня давно освободил Бог. Потому что я полностью перевел свой фокус на других людей. Казалось бы, делая благое дело, я думал, что Бог очень сильно нужен им, а Бог очень сильно нужен был мне. Всегда. И во всем. И ты не сможешь дать то, чего у тебя нет. Библия говорит, что имея, то даю. Поэтому, дорогие братья и сестры, возможно, даже есть какие-то благие вещи, на которых мы сфокусировались. Послушайте, не сводите взгляд себя. Пусть наш фокус будет всегда на нас и на нем. Во имя Иисуса Христа. Сегодня мы говорили о Царстве Божьем внутри нас. О таких трех вещах, которые могут делать нас ветхими, наш сосуд, который не в силе будет удержать или будет не способен удержать Царство Божие в нас. Это наши ценности, это наши страхи, это наш неправильный фокус. Знаете, хранить это все, быть на страже этого всего нелегко. Но есть тот, кто может дать нам для этого благодать. Есть Иисус Христос, который две тысячи лет назад отдал себя на кресте Голговском для того, чтобы спасти нас. И Он не просто пришел и спас нас. Он проведет нас по этой жизни. Он поможет нам пройти наш весь земной путь. И для этого у Него есть все необходимое. Главное, чтобы мы были устремлены к Нему. Он нам поможет и благословит нас дойти до конца. Давайте встанем на наши ноги, мы будем молиться. Дорогой Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твое Слово. И мы хочем просить Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы Ты изменил наши ценности, если они не совпадают с Твоими ценностями. Боже, мы просим, так как Ты меняешь сердца каменные на платяные, Господь, чтобы Ты изменил наши ценности на Твои ценности. А если сегодня, Боже, кто-то живет Твоими ценностями, просто утверди их в нас во имя Иисуса. Боже, я прошу благословить тех, кто сегодня боится, кто сегодня переживает, кто сегодня, Боже, боится что-то начать новое, Господь, мы повелеваем всякому духу страха во имя Иисуса Христа убираться вон. Мы просим, Господь, наполни верой. Боже, помоги нам смотреть на Себя Твоими глазами, Иисус. Не глазами страха, не глазами вызова, не глазами проблемы, а Твоими, Иисус. И введи в новое во имя Иисуса Христа. А также, Бог, я прошу, благослови, все время, Боже, держать фокус на своей духовной жизни, смотреть, анализировать, вникать в себя, в учение, Господь, заниматься этим постоянно. Я прошу, благослови, во имя Иисуса Христа. Наша надежда в Тебе, наша вера в Тебя, наш Бог. Аминь. И, дорогие друзья, я хотел бы еще, чтобы мы могли совершить одну очень важную молитву. Возможно, сегодня среди нас есть люди, которые пришли на это богослужение первый раз. И вы ни разу в своей жизни не молились молитвой покаяния. Вы ни разу не просили у Бога, чтобы Он простил вам ваши грехи. Сегодня я хочу вас пригласить, совершить эту молитву. Сюда наперед. Если есть такие люди, если вы чувствуете, что сегодня Иисус касается вашего сердца, я прошу вас, выходите сюда. Не бойтесь. Выходите. Сегодня Бог ждет каждого на этом месте. А может быть, среди нас есть люди, которые уже ходили какое-то время в церковь. Может быть, среди нас есть люди, которые уже когда-то каялись молитвой покаяния, но по каким-то причинам отошли от Бога. Дорогие друзья, есть сивы и есть. Я вас приглашаю наперед. Проходите, не бойтесь, не стесняйтесь. Господь тут. Он ждет вас на этом месте. Проходите. Там есть сзади люди. Проходите, не бойтесь. Мы ждем вас для молитвы покаяния. Проходите. Проходите. Может, есть люди наверху, внизу. Дорогие друзья, проходите. Мы вас ждем. Знаете, мы говорили о последнем времени, о том, что есть такое понятие, как последнее время, и оно может настать для нас, я вам так скажу, в любой момент в нашей жизни. И очень главное, чтобы в первую очередь мы были готовы к последнему времени. Проходите, дорогие друзья. Проходите. Мы ждем вас для этой молитвы. Возможно, кто-то еще сомневается. Когда мы будем молиться, я вас прошу, если вы почувствуете, что вы нуждаетесь в покаянии, выходите прямо во время молитвы. Ничего страшного в этом нет. Я буду молиться сейчас, молитвой покаяния, и прошу вас, пожалуйста, просто повторить эти слова, но чтобы они исходили из глубины вашего сердца. Пусть Бог благословит нас в этом. Дорогой Иисус, я осознаю, что я грешный и прошу тебя, прости меня, очисти меня, освободи меня. Я верю, что две тысячи лет назад ты простил мой грех. И сегодня я принимаю твое прощение. Войди в мое сердце и господствуй в нем во имя Иисуса Христа. Аминь. Церковь, давайте помолимся, дорогой Господь. Мы благословляем каждого, кто сегодня, Божий, примирился с тобой через эту молитву. Мы просим, Божий, войди в их сердце, Господь. Стань их царем, Божий, и веди их по этой жизни до конца, Господь. Дай силы не спотыкнуться, Господь. Дай силы не упасть. Ну а если даже и что-то будет, Господь, дай силы подняться. Мы благословляем их сегодня твоими благословениями во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, и те, кто покаялись, большая просьба, пройдите по центральному входу, в фойе с вами познакомятся, подарят подарочки. Пусть Бог благословит. Субтитры создавал DimaTorzok